Горожане, я хотел бы сказать, что выборный процесс в голове у каждого и кандидата, и его участников должен заканчиваться в момент объявления итогов голосования. И с чистого листа необходимо начинать ту работу, для которой, собственно, и проходили эти выборы. Я давно участвую в выборных компаниях и очень хорошо знаю эту историю, что нет для кандидата, победившего на выборах, николаевцев, которые голосовали за тебя, либо против тебя, есть николаевцы. И независимо от их свободного волеизъявления, все они для тебя остаются равными, так же, как равными остаются все кандидаты и все оппоненты. И тот, кто выиграл выборы, обязан одинаково, внимательно относиться к каждому николаевцам, к каждому депутату городского совета, независимо от фракционной, партийной принадлежности, либо от какого-то политических приоритетов. Чем, собственно, всегда и отличался наш городской совет. Почему, собственно, наш город Николаев в такое сложное, смутное время остается мирным, солнечным городом. Я благодарю всех тех, кто оказывал мне поддержку, кто оказал мне доверие. И хочу пригласить всех, кто имеет опыт, знания, профессионализм, в нашу команду для совместной работы. Мы проводили выборы не ради выборов, а для того, чтобы улучшить комфортность и безопасность проживания жителей города Николаев. Я всем вам очень признателен и обещаю вам, что буду очень серьезно и внимательно относиться к каждому, кто идет с добрыми намерениями, для того, чтобы сделать что-то хорошее для нашего города, где живут наши собедники, наши родители, наши внуки. И я уверен, будут жить наши правники. Счастливо, под мирным небом, в городе, созидающем, в городе машиностроителей, корабелы. А еще хочу сказать, что мы замами городского головы и многими, кто захотел этого, побывали на кладбище и читались, например, перед участием о проделанной работе, если так можно сказать. И низко поклонились тому человеку, который создал меня и очень много всего сделал в этом городе. Я признателен всем вам. Я буду стараться быть абсолютно открытым для каждого из вас и для каждого николаевского.